Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. В этом видео я хочу показать вам одно классное исследование, мимо которого вы не должны пройти. Я всё ещё нахожусь в поиске, цель которого заключается в попытке выяснить, какая монета выдержит испытание временем, чтобы продолжать существовать долгие годы и обеспечивать своим холдерам максимальную прибыль. Давайте говорить честно, технологии технологиями, а мы все хотим разбогатеть. Безусловно, сделать это на криптовалюте возможно, но мы должны быть умными, чтобы понимать, как это сделать. И нет никаких сомнений в том, что вы должны проводить собственные исследования и самостоятельно искать информацию. Это видео сегодня станет для вас отправной точкой в поиске новой информации. Теперь давайте перейдём к одному свежему отчёту. В целом, вывод этого отчёта заключается в том, что большие деньги воспользовались так называемой криптозимой. Зачем они это сделали? Да чтобы накопить как можно больше биткоинов. Это исследование проливает свет на то, как именно увеличивали балансы своих биткоин-кошельков умные деньги. Большие деньги в прямом смысле воспользовались снижением цен на криптовалюту. Так что этот новый отчёт любезно предоставлен прямо здесь, а ссылки на него вы можете найти в описании под видео. Авторы подчёркивают то, как значительно изменилось распределение биткоинов по кошелькам с августа 2018 года. Например, резко возросло количество кошельков с балансом от 1000 до 10 000 биткоинов. Впоследствии в отчёте также указано, что такое накопление биткоинов на этих адресах было главным образом обусловлено фирмами с большим количеством денег. Если мы взглянем на фактическое исследование, мы можем увидеть, что оно детально показывает изменение балансов кошельков между августом 2018 и маем 2019 года. Эти цифры представляют собой разницу, а не общую сумму монет, которые холдились. При этом из статистики исключены 760 000 биткоинов, которые удерживаются на Coinbase. Авторы отчёта пытались быть как можно более справедливыми и прозрачными. В общем-то мы видим, что количество кошельков с балансом от 0,01 до 100 биткоинов увеличилось за последний год. Нужно заметить, что это кошельки розничных инвесторов, а значит среди них есть и мои биткоины, и ваши тоже. Кошельки, принадлежащие различным фирмам и компаниям, также плодятся, да ещё как. А вот количество биржевых кошельков почему-то уменьшилось. Я не могу сказать точно почему, возможно они просто перешли на другие обменные кошельки. Мы видим, что кошельки компании, о которых мы мало что знаем, накапливают от 1 до 10 тысяч биткоинов на своих балансах. Это говорит о том, что большие деньги использовали в своих интересах падение цен. А возможно, что очень вероятно и сами спровоцировали это падение для того, чтобы собрать как можно больше криптовалюты на своих биткоин-кошельках. Именно поэтому в статье делается вывод, что биткоин-адреса таких компаний теперь владеют более чем 26% биткоинов, находящихся в обороте. Это умные деньги, не так ли? Также стоит отметить, что не только большие деньги воспользовались криптодепрессией, так как и кошельки розничных инвесторов суммарно пополнили на 126 тысяч биткоинов. Если вы держите свою криптовалюту на флешках Ledger, как это делаю я, то у меня для вас хорошие новости. В приложении Ledger наконец-то добавлена поддержка биткоина-адресов стандарта Batch32. Ну и что? Что это вообще дает? В общем-то, такой тип адреса начинается с приставки BC1, а значит транзакции проходят на протоколе Segwit. Это дает следующее преимущество. Комиссии на 10-40% дешевле. Подтверждения будут в среднем быстрее. Также транзакции будут использовать меньше места в блокчейне, что поможет масштабировать биткоин, не оказывая дополнительного давления на ноды и при этом сохраняя децентрализацию. Конечно же, исправлены некоторые ошибки и будет еще легче писать, потому что не используют строчные буквы. И все это очень хорошо. Если у вас нет никаких криптовалют на устройствах холодного хранения, то я лично рекомендую вам Ledger. Если вы инвестируете в криптовалюту для того, чтобы изменить свою жизнь, то относитесь к своей криптовалюте ответственно. И тогда в один прекрасный день вы скажете себе за это спасибо. Теперь давайте перейдем к следующей новости. Исследовательский центр Конгресса США заявляет, что биткоин в основном используется как спекулятивный инструмент. В статье говорится, что биткоин и криптовалюты используются в качестве спекулятивного инвестиционного инструмента, но никак не в качестве денег. Согласно данным аналитического центра США, подготовленному службой Конгресса США 10 мая, отчет о ценах на биткоин демонстрирует общественную заинтересованность в общем спросе на эту криптовалюту. Но тем не менее, это все равно плохой индикатор в вопросе того, как часто биткоин обменивают на товары и услуги. Другими словами, как часто его используют в качестве денег. Определенный анализ, по-видимому, доказал, что цифровые валюты широко не используются и не принимаются в качестве оплаты за товары и услуги, и скорее служат как инвестиционные спекулятивные инструменты. Ребята, я не считаю, что для большинства людей это является проблемой. Тратить биткоины прямо сейчас не имеет никакого смысла. Все мы знаем, что через пару лет биткоин, вероятно, будет стоить намного дороже, поэтому нам сейчас нерелевантно использовать биткоин как платежное средство. Лично я совершенно не хочу тратить свои биткоины. И если вы посмотрите на историю того, как что-либо превращалось в деньги для человека, то это что-то всегда проходило один и тот же путь. Вначале оно становилось предметом коллекционирования, затем становилось надежным средством сбережения, а затем и средством обмена, чтобы в будущем стать глобальной единицей расчета. Прямо сейчас вы и я находимся где-то на этой ступени, в этой длинной лестнице. На данный момент я не считаю проблемой то, что люди не используют биткоин в магазинах, или не тратят их слишком много. Наоборот, если люди холдят и не хотят тратить биткоин, это значит, что он становится более ценным. И знаете, это хорошо, что некоторые люди этого не понимают, потому что мы с вами получим больше прибыли. А теперь я хочу поговорить с вами об этом графике, который показывает и насколько биткоин безопаснее альткоинов и других криптовалют. Прежде всего нужно понять, что все криптотранзакции имеют три основных показателя скорость, надежность и стоимость транзакции. Биткоин всегда безопасен в зависимости от установленной вами комиссии за транзакцию. Многие скажут вам, что другие криптовалюты обладают всеми тремя характеристиками сразу, но эти криптовалюты сами по себе не так безопасны, как биткоин. На этом сайте можно сравнить альткоины, работающие на консенсусе Proof of Work с биткоином. На данный момент транзакция в сети биткоина получает 6 подтверждений за 1 час и 1 минуту. Это может показаться медленным, потому что любой другой альткоин может получить те же 6 подтверждений за гораздо меньшее время. Например, на блокчейне эфириума за 4,5 часа вы получите более 1000 подтверждений, а значит около 280 подтверждений в час против 6 у биткоина. Но реальность такова, что эти монеты не имеют такой же защиты и хешрейта, как биткоин. Их 6 подтверждений не равны той безопасности, которую может предоставлять блокчейн биткоина. Ведь чтобы догнать эффективность такой безопасности у биткоина, эфириуму нужно 1240 подтверждений или 4,5 часа, что на данный момент в 5 раз медленней. Биткоин кэш в 15 раз медленней. Речь идет о том, что спускаясь по списку, вы можете увидеть, что ничто не сравнимо с безопасностью блокчейна биткоина. На многие даже страшно смотреть, чтобы достичь уровня безопасности биткоина, криптовалюте под названием гравиум нужно более 28 миллионов подтверждений. И это в 475 тысяч раз медленней. Но я хочу закончить на биткоин кэш. Просто давайте посмотрим на список того, почему биткоин кэш не дотягивает до биткоина. Главный аргумент выбирающих биткоин кэш вместо биткоина состоит в том, что сеть биткоин кэша работает быстрее биткоина. Но мы знаем, что скорость не является основным показателем для использования биткоина. Я имею в виду, что если вы хотите самую быструю форму оплаты, то это может быть ваша кредитная карта. Централизованная власть будет работать намного быстрее, но не так надежно, как децентрализованная. В плане безопасности биткоин кэш по-прежнему не лидер в этой паре. Больше 18 часов тратит сеть биткоин кэша, чтобы обеспечить уровень безопасности, которую биткоин обеспечивает за час. Вот такие пироги. Если хотите, можете поизучать этот сайт самостоятельно. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, комментируйте, обязательно богатеете. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok